Говорю, надо заканчивать дочери, потому что, говорю, ну это ж это, другие ж не поучаствуют, Бога не прославят, да, они ж готовились. Знаете, я вот думаю, вот какие истины сегодня буду говорить, я думаю, что вы все со мной согласны. Вы согласны, что Бог абсолютно свят? Аминь? Да, согласны. Знаете, уровень святости Божий, он настолько велик, что мы не можем достигнуть этого, мы не можем постигнуть этого. Аминь? Аминь, да. И вот, что интересно, Его святость, она и распространяется на нас, и Он призывает нас жить свято. Аминь? Да, действительно, это так. И вот, что интересно, опять же, Слово Божие говорит, что есть суд для тех, кто не живет святой жизнью. Согласны с этим? Аминь? Аминь. И вот, Бог однозначно, действительно, Бог однозначно требует, чтобы мы были непорочны. Он требует, чтобы мы были святы. Помните, Он говорил, будьте святы, потому что Я свят. Чтобы мы не имели греха, были праведны в Нем. И вот зачастую, дорогие друзья, мы настолько увлекаемся вот этой мыслью, что начинаем думать, что мы сами можем достичь вот этого праведными делами. Мы настолько увлекаемся вот этой чрезмерной святостью Божией и думаем, мы сами можем достичь. Я как-то, знаете, беседовал с одной сестрой, и вот она говорит, ну мы же это пока еще не совершенны. Такое создается мнение, ну вот годик второй буду совершенна, да, и все будет нормально. Все будет нормально. Иногда мы настолько увлекаемся, что думаем, что мы сами можем своими делами, праведными делами, святыми делами, достичь Божьей святости. Осталось чуть-чуть только вот постремиться, чуть-чуть пояс подтянуть, и приложим все усилия именно для этого, именно чтобы быть святыми, именно чтобы быть непорочными. Вот давайте вот будем стремиться, и мы читаем, и призываем. Ну знаете, что Писание говорит? О Писание говорит следующее. Вся праведность наша, Исайя 64 глава, 6 стих, что вся праведность наша, она как запачканная одежда. Дорогие друзья, вся наша праведность, да сколько бы ты ни намагался, у тебя не получится, у тебя не получится. Послание к римлянам, 3 главе, 23 стихе читаем. Все согрешили и лишены славы Божией. А знаете, о Боге сказано, что Он в ангелах Своих усматривает недостатки. Это книга пророка Иова, 4 глава. Даже в ангелах Бог усматривает недостатки. Слабо, слабо стремиться к такой святости, как у ангелов. Или мы думаем, своими намаганиями что-то у нас получится. Знаете, у каждого из нас, как кто-то сказал, свои тараканы. У каждого из нас собственные грехи, собственные похоти, о которых знаем только мы и Господь. И вот понимая это, мы осознаем, что не всегда мы праведны. Не всегда у нас получается вот стремиться даже к этой праведности. На словах классно получается. И в воскресенье особенно. Потому что в воскресенье, я вот сейчас, правда, без галстуком утро с галстуком был святой на 100%. Даже в пиджаке и в брюках. Все как полагается. В воскресенье, а запредельная у меня святость. Но не всегда у нас так получается, как мы говорим. Не всегда получается так, как поем. И знаете, Бог всякий раз, когда мы согрешаем, прощает нас Бог или нет? Прощает. Прощает. И Слово Божие говорит, что Он милость превозносит над судом. Прощает. Он простирает руку, чтобы помочь, чтобы мы встали. И говорит, я жду, я жду, пока ты поднимешься. Я жду, я хочу исцелить твое сердце. Я хочу поднять тебя. Я хочу, чтобы ты не жил во грехе. Достаточно. Достаточно. Подымись. Достаточно. Хватит. И Он написано, забрал наши грехи, забросил наши грехи за хребет свой. Исайя 38 глава. Забрасывает. Знаете, мы обычно, проходя этот жизненный путь, если кто-то нас обидел, мы забрасываем это вперед. И проходит какое-то время, вспоминаем. А вот, ты же что-то говорил, я вот вспомнил. А Бог забрасывает за хребет. И более их не вспоминает. И уже никогда не вспоминает. Бог не только строгий судья. Мы к этому привыкли. Что Бог строгий судья, но Он и милостивый Бог. Мы также к этому привыкаем. К чему мы больше привыкли? Или чего мы больше хотим? Чтобы Бог с нами поступил по справедливости или по милости? Конечно, по милости. Сто процентов по милости. Что интересно, мы всегда хотим, чтобы к нам Бог оказывал милость. А если кто-то согрешает? Ну, конечно, по справедливости. И даже мы, забывая милость, мы судим справедливо, как нам кажется. Мы за справедливость. Мы так, чтобы все было до ладу. Так надо, чтобы был порядок. Но Бог милость превознес над судом. Бог хочет помочь нам даже тогда, когда мы боимся. Чего мы боимся? Просто поднять к небу глаза. Бог хочет, чтобы мы это сделали. Подняли к небу глаза. Потому что Он с нами. Даже когда стыдно. Он хочет, чтобы мы подняли к небу глаза. Когда боимся поднять даже свои руки к небу. Потому что они в гневе и в сомнении. И мы боимся этого. А Бог говорит, поднимайте руки мужи без гнева и сомнения. Бог любит миловать. Он, знаете, Он может взять даже самые неправильные вещи. Неправедные вещи в нашей жизни. Даже если мы сами на себя поставили крест. Ну, все, безнадега, да? Даже если что-то работает в нашей жизни неправильно. Бог даже может и это взять и изменить. Я хочу обратить ваши лучезорные взгляды на Слово Божие. Которое записано в Евангелии от Матвея 1 глава. Аж 16 стихов будем читать. С 1 стиха. Знаете, обычно, когда мы читаем вот эту первую главу, мы перелистываем. Потому что 16 стихов нам кажется вообще ни о чем. Родословие. Ну, о чем тут читать? Давайте мы все-таки обратим свои взгляды на Евангелие от Матвея. Родословие Иисуса Христа сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. На первых словах же кто-то может сказать, ну, это вообще неправильно. Ну, женщины рожают. Ну, давайте послушаем дальше. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Это 2 стих. Авраам родил Исаака, да. Третий. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есмора. Есмор родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Нааса. Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авиадав от Руфи. Авид родил Иусея. Иусей родил Давида царя. Давид царь родил Саламона от бывшей Заурию. Саламон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иафама. И Афам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию, Езекия родил Монасию, Монасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Якима, и Аким родил Иехонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон и Иехония родил Салафииля, Салафаиль родил Зраваэля, Вавель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, называемый Христос. Вот доселе, даже во рту пересохло, так вот столько имен непривычных читать. Кажется, вот родословное, но вот здесь есть глубокая истина. Среди всех перечисленных мужей, которые рожали, да, ну это шутка, да, здесь есть и женщины, здесь есть женщины. А что это были за женщины? Мы видим, это была Фамарь, Рахава, то есть Рав, Руфь и Версавия, бывшая жена Урии Хитянина, которая позже стала женой Давида. Итак, жизнь Фамарьи, она была действительно непростой. Свекр, Слово Божие говорит, что Свекр ее обманул. Она оказалась на задворках жизни, просто никому не нужная. Просто вот, и все, знаете, все пошло от плохого к худшему. Жизнь просто повалилась, и вот она хотела что-то изменить в своей жизни, и решила, и вот ее решение, которое она сделала, оно было неправильным. Она решила переспать со своим свекром, чтобы у нее был ребенок. И вот Библия говорит, что это был грех, который сделала Фамарь и Иуда. Иуда и Фамарь. Это был грех. Но от нее был рожден Форес. И вот этот Форес вошел в родословие Иисуса Христа. Еще одна женщина, Раав, или как здесь говорится, Рахава. Она принадлежала к народу Моава. Моавитянка она была. И вот интересно, общество того времени ни во что ставило таких женщин, как Раав. Если вы читали Библию, я даже не сомневаюсь в этом, вы помните, какая профессия была у Раав. Раав была блудницей, но вот Бог решает родиться впоследствии от этой женщины. И неужели Бог не побоялся взять в удел женщину, чей город и народ были под заклятием Иисуса Навина 6.16? Раав была вписана в родословие Христа. Руф. Руф принадлежала к Моаву, я ошибся. Раав была блудницей. Руф – Моавитянка. И вот в книге «Бытие» мы читаем, как вот образовался этот народ. Помните, когда Лот вышел из Содома. Что произошло? Мы читаем, что он вышел с женой и с дочерьми. Жена погибает. И вот дальше мы читаем, что эти сестры решают сделать такой шаг. Они напоили своего отца и переспали с ним. И родились сыновей, от которых произошло два народа – Моавитяне и Аммонитяне. Это «Бытие» 19 глава. И вот Бог враждовал с этими народами, с этими двумя народами. Происходила постоянная вражда. Эти народы всегда, всегда воевали против израильского народа. Это нечестивый народ. И Бог берет Руф, которая становится женой Ваоза. Разве, вот подумавши, разве для Ваоза не было других в Израиле благочестивых девушек? Разве Ваоз не мог взять себе нормальную жену? Скажем так, родословную жену мог. Но Бог хотел прославиться именно в жизни вот этой женщины, когда она не имела никаких шансов на успех. А еще на успех в Господе. И Бог прославился. Во второй книге «Царство» в 11 главе рассказывается нам о самом страшном поступке в жизни царя Давида. И однажды, Слово Божие говорит так, что он прогуливался, ну, когда, в то время, когда все воевали, он прогуливался на крыше дома своего. И вот он увидел красивую женщину. Не просто красивую, она купалась. Она купалась, засмотрелся. Звали ее Версавия. И вот Давид совершает, опять же, грех. Страшный грех. Он прелюбодействует. И когда узнал, что Версавия, она уже беременна, он пишет письмо, в котором содержался смертный приговор для ее мужа. Мужа Урия. И вот передает военачальнику Иоаву. И вот Бог назвал это страшным грехом. Версавия была записана в родословии Иисуса Христа. Почему, Господи, Версавия? Казалось бы, ну, как так, Господь? Зачем ты взял эту Версавию и вписал в родословие? Там, тем более, такая непростая история. Там, ну, история... Давид два раза согрешил. Господь, зачем ты взял Версавию? Ну, взял бы ты, например, благочестивую Авигею. Вы помните история про Авигею? Она, Слово Божие говорит, была мудрая. Она спасла даже однажды имущество из своего безумного мужа Навала. И вот Давид проникся уважением к ней, Слово Божие говорит, и взял ее в жены. Но Господь выбрал Версавию, не Авигею. Я не понимаю, Господи, я не понимаю, почему ты так действуешь. Благочестивых, которые стремятся, которые... Мы же за правду, мы же за истину. Да, Бог принимает. Но почему-то Бог смотрит на тех, кто упал. На тех, на кого мы не смотрим. На кого мы пальцем показываем. Мы говорим, ну, там ничего хорошего нету. Мы ставим кресты на этих людях, да. Мы не хотим общаться с ними. Руки не протягиваем. Потому что они недостойные. А Господь таких избирает. Господи, мне непонятно, почему так? Почему так? Мы же, Господь, на твоей стороне. Мы же, как бы, твоя гвардия. А ты избираешь того, кто тебя не искал, или отворачивается кто от тебя. Знаете, мы бы уже давно взяли бы шашку и там все порешали, все по местам расставили. Я не понимаю, Господь, почему так. Но я знаю, что наша жизнь зачастую похожа на жизнь этих женщин. Иногда мы так похожи, как вот на этих женщин, как две капли воды. В нашей жизни всегда происходит постоянная борьба между плотью и духом. Всегда эта борьба идет. И бывает, что мы славим Господа, бывает, что мы радуемся, а бывает, что плоть побеждает. И бывает, что мы падаем перед Господом и спрашиваем, Господи, можешь ли ты меня пожалеть? Господь, можешь ли ты меня простить? Может быть, ты наделал много ошибок в своей жизни? Может быть. Может быть, тебе стыдно поднять к небу глаза? Может быть. Потому что ты думаешь, что от тебя, ну, что от меня можно взять? Что Бог меня не простит. И знаете, в такие моменты дьявол тоже работает. Он говорит, точно-точно, ты прав. Бог тебя не простит. Да, Бог никогда тебя не простит. Потому что ты, ну, ты уже, ты же член церкви был. Ты же столько лет ходил в церковь. Ты же давал Богу обещания. Даже крови Иисуса Христа не будет достаточно, чтобы простить твой грех, который настолько тяжел. Твой грех не может быть прощен. И дьявол тут как тут. Он сразу же начинает говорить это человеку. И человек впитывает, как губка. Грех не может быть прощен, говорит. А Бог говорит, я милость превознес над судом. Дьявол говорит, милости Твоей, Боже, уже не хватит. Не хватит. Начинай молиться. Начинай. И смотри, Бог не отвечает на твои молитвы. Что делать? Что делать, Господь не слышит. Я уже говорил, в прошлом году для нашей семьи была страшная трагедия. Просто страшная трагедия. Молились и вы молились, и мы молились, и многие другие молились, братья и сестры. И много, знаете, и за границей молились за мою супругу. И когда она ушла к Господу, можно было сказать, Господь, подожди, ну, как бы я на Твоей стороне. Я же, ну, служу Тебе. Почему, Господь, Ты так допустил в моей жизни? Можно было бы задавать такие вопросы, ставить Бога в тупик, как бы казалось, да? И сказать, Господь, Ты, извини меня, но Ты не отвечаешь на молитвы. Но Бог остается верен. Бог остается верный. Человек думает, что нет выхода, а Бог указывает на выход. Во имя Иисуса Христа на основании Писания мы можем говорить, что Бог свою милость превознес над судом. Его милости достаточно, достаточно, чтобы покрыть даже самый страшный грех. Мы не можем простить. Мы не можем, иногда даже мы сами себя не можем простить. А Бог говорит, я прощаю. Я прощаю Твое беззаконие. Если в Твоем Духе, если в Твоем сердце есть желание покаяться, мысль покаяться, да? Не переживай, ты не похулил Духа Святого? Не переживай, ты не похулил. Ты можешь вернуться в дом Отчий. Ты можешь вернуться туда, где Господь. Как блудный сын вернулся к Отцу. Он хочет дать тебе перстень на твою руку. Он хочет дать тебе новую одежду. Он хочет сделать пир, потому что ты вернулся. Бог свою милость превознес над судом. Он ненавидит грех. Знаете, Ему противно наше беззаконие. Ему противно, если мы приходим в присутствие Божие с грехом. И если мы склоняемся перед Ним и говорим, Господи, я не достоин даже к небу поднять глаза. Я не достоин, Господь. Будь милостив ко мне, грешнику. Помните притчу, которую рассказал Христос? Стоит человек, бьет себя в грудь и говорит, будь милостив ко мне. Господь такому человеку скажет, хочу очистись. Хочу, очистил. И знаете, дьявол тогда не будет иметь силы. Он убежит, потому что Бог строг, Бог будет взыскивать. И Господь говорит, что даже, что бы ты, какой бы ты грех не сделал, я все равно прощу тебя. Кровь Иисуса Христа омывает всякий грех. А всякий это какой? Вот это да, а этот нет. Бог омывает на сто процентов. На сто процентов прощает. Вернись в дом очей. Мы поем, вернись в дом очей. Даже если все поставили на твоей жизни крест. Даже если близкие и родные отвернулись. Бог говорит, придите ко мне все труждающие и обремененные. Знаете, можете сказать, мы все здесь верующие. Мы все здесь верующие, я даже не сомневаюсь. Мы можем сказать, что мы тут даже 30 лет, 50 лет член церкви. Но если в моем сердце не горит к Богу первая любовь, надо ее зажечь. А как ее зажечь? Покаяние, дорогие друзья. Покаяние перед Господом. Покаяние, чтобы... Вот посмотрите на четыре этих женщины. Четыре женщины. Фомарь, Рааф, Руфь, Версавия. Знаете, в наших ошибках, в наших неправильных действиях Бог может показать свое величие. Свою славу. Бог через нашу жизнь может прославиться. Пусть даже наша жизнь, ну, покалеченная. Пусть даже мы хромаем. Бог даже в этой хромоте может прославиться. Сталкиваясь с определенными вот обстоятельствами, мы можем думать, что все, я не могу это исправить. Иногда мы говорим, у меня такой характер. Ну, я не могу изменить, потому что у меня гены такие, да. Бог говорит, есть выход. Есть выход. И Бог на нашей стороне, потому что Он на нашей стороне. Бог обращался к Израилю, говоря, что за зло и беззаконие они будут рассеяны по всему лицу земли. Знаете, так и произошло. Так и да. Но когда они обратились к Нему, Он помиловал. Практически каждый, кто познал Господа, кто пережил в своей жизни состояние, когда вот дьявол говорит, что нет выхода, да. Когда дьявол говорит, не молись, не кайся. Но Дух Божий все равно влечет. Он влечет в свое присутствие. И мы, вкусив, познавшие истину, вкусив, как благ Господь, мы хотим идти к Богу. Что бы ни было в твоей жизни, в твоей и моей жизни, Бог да поможет нам помнить, что очий дом всегда открыт. Всегда открыт. Всегда открыт для тебя, для меня. Когда мы согрешаем, как бы мы ни падали, хотя это страшно, Бог против этого. Но истина Божия в том, что Бог всегда ждет нас домой. Нас домой. Он говорит, вернись. Вернись. Если вы сегодня особенно нуждаетесь в Божьей милости, попросите Его открыть ее вам. И вкусите, и увидите, как благ Господь. Ему за все слава. Аминь. Аминь. Продолжение следует...